Здрак! Здарова! Что это вы делаете? Ну посмотри, какую весьма занятную вещицу мне мастер сделал. Да, это он интересно придумал. Пойдем, разомнемся. Пойдем. Чего сидеть-то? Ну, представляешь, если через тысячу лет наши потомки найдут этот шлем, им будут думать, что мы здесь в 10 веке всех таких ходили. Да не, бред какой-то. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. С вами Ульф и Йохан. Сегодня мы расскажем вам о шлемах эпохи викинга. Скандинавских шлемах эпохи викинга. Услышав словосочетание «шлем викинга», многие представят себе это, или это, или вот это, или вот это вот все. Нет, это не шлема викингов, поверьте нам. Это всего лишь нелепые и неверные подделки. Вы знаете, сколько шлемов эпохи викингов найдено в Скандинавии? Да, сколько. Да, Дим, подумай. Три секунды. Подумали? Один. Да, всего один шлем найден на эпоху викинга в Скандинавии. Если вы угадали, можете написать в этом в комментариях. А кто знал, те вообще молодцы. Вот он. Точнее, его реконструкция. Опа! Да, это шлем из местечка Гервенбю, что в Норвегии. Эпоха викингов, напомним, это период с 9 по 11 века. Если быть точным, норвежское произношение этого названия звучит примерно как Ярмундбю. Но в русской традиции укрепилось произношение Гервенбю. Им мы и будем пользоваться. Шлем датируется 950-975 годами. Это 10 век. На самом деле, кроме шлема из Гервенбю, есть несколько находок отдельных фрагментов шлемов из разных уголков Скандинавии. Но по ним восстановить изначальный полный вид этих шлемов в данный момент невозможно. Расскажем о них чуть позже. Но сначала мы хотим рассказать вам о нашем любимом фестивале «Пылинный берег». Сражения дружины, ремесла, ярмарка, медоруха, лето, волны, русская река. И выступают такие группы, как Аркона, Отава-Йо, Скола, Толь-Атье, Грай и многие другие. Ссылочки в описании. А сейчас о главном шлеме эпохи викингов. Приблизительно в 970 году умер богатый скандинавт. Его тело было сожжено, погребено, а затем сверху насыпали курган. Кем он был, узнать не представляется возможным. Но есть любопытные версии. Если вам интересно, напишите в комментариях. Мы попробуем снять об этом ролик. На этом месте появилась ферма, хозяином которой был Ларс Гейерман Бюрд. Часть которого она, видимо, и была названа. На территории его фермы находилось два кургана. 20 марта 1943 года при проведении работ на своей земле В одном из курганов Ларс обнаружил захоронение богатого скандинавского воина. В захоронении находился котел, в который были аккуратно сложены предметы эпохи викингов. В одну сторону торчал меч, а в другую наконечник копья. В свои находки Ларс незамедлительно сложил в тачку и отвез куда подальше и спрятал, дабы защитить свои находки от немцев. Напомню, Норвегия тогда была оккупирована гитлеровской Германией. О своей находке Ларс сразу же уведомил археологический музей при университете Осло. К нему на ферму тут же выехал куратор музея, профессор археологии Сверя Макс Тандер и его помощница Шарлотта Блинхейм. Сверя сразу понял, что имеет дело с незаурядным захоронением, а очень богатым. Он забрал на охотке Осло, а в мае вернулся и раскопал еще одно захоронение в этом же кургане. Курган имел 25 метров в длину, 8 метров в ширину и около 180 сантиметров в высоту. Именно в нем были обнаружены два захоронения, получившие имена Гермамбю-1 и Гермамбю-2. Второй курган на ферме, что интересно, не раскопан до сих пор. На фото он слева, а курган, в котором найдены две могилы викингов, справа. Меж тем, по русскому интернету гуляют статьи, тиражирующие из раза в раз одну и ту же ошибку. Все утверждают, что могила Гермамбю-2 обнаружена во втором кургане. Но нет, второй курган не вскрыт вообще. Видимо, кто-то один написал, а все у него списали и повторяют, и повторяют эту ошибку. Какие тайны скрывает второй курган Гермамбю? Можно только гадать и надеяться, что его исследуют в ближайшее время. Или, по крайней мере, на нашем веку. Что же нашли в могилах викингов? В захоронении Гермамбю-2 были обнаружены меч и копья. В Гермамбю-1 меч, копье, кольчуга, умбоны и тот самый знаменитый шлем. Есть вот такая версия реконструкции облика, захороненного в Гермамбю-война. Итак, девять отдельных фрагментов были интерпретированы норвежскими археологами, как детали шлема. Была произведена сборка, но практически сразу выяснилось, что собран шлем неверно. Но поскольку шлем был довольно хрупким и сохранился довольно плохо, тысячетней древней все-таки, решили ничего не менять, и в таком виде шлем экспонировался до нашего недавнего времени. Вот так вот выглядела старая версия сборки, выставлявшаяся в музее Осло. Можете рассмотреть повнимательнее. Тем не менее, еще в 1947 году Сигурд Грик, участник раскопок, опубликовал книгу под названием «Герман Буффенет», в которой представил прорисовку своей версии реконструкции шлема. Она на ваших экранах. Долгое время именно эта прорисовка оставалась основным источником информации о внешнем виде шлема из Герман Буффенет. Но 16 января 2018 года произошло знаменательное событие, не рядовое, а скажем так. Норвежский историк-реконструктор Вегард Вике написал кое-что у себя в Твиттере. Сегодня я начал работу по реставрации шлема из Ярман Буффенет, который зачастую называют единственным сохранившимся шлемом эпохи викингов. Процесс будет включать в себя разборку, микропескоструйную обработку, детальную фотосъемку всех фрагментов, 3D-сканирование, рентгенологию и пересборку. Этим твиттером данный ученый-муж вписал себя в историю науки, вне всяких сомнений. Я искренне желаю Вегару новых свершений и надеюсь, что он подарит миру еще много мощных научных исследований. Но на данный момент расчистка, исследование и пересборка шлема из Ярман Буффенет однозначно его самое большое достижение. Началось новое исследование шлема. Сначала Вегард отделил от шлема маску. Именно маске он впоследствии уделит особенное внимание во время исследования. Исследование рентгеном не показало наличие никаких либо следов инкустации маски. Есть версия, что такая инкустация могла иметь место быть. Маска была подвергнута микропескоструйной очистке. Визуально обнаружить следов возможной инкустации тоже не удалось. Вегард Вики написал о необходимости произвести рентгенофлоэресцентный анализ. Но впоследствии этой темы он больше не касался. И мы не знаем, был ли такой анализ произведен или нет. В любом случае, обнаружить следы инкустации в маске шлема из Герман Бюл. Ну, достаточно мало вероятно. Дело в том, что шлем, напомним, побывал в огне покербального костра. Температура которого вполне может достигать тысячи градусов. А в могиле найдены следы расплавившегося медного сплава. Вероятно, оставшиеся от плавления в огне каких-либо украшений. Каким могло быть наполнение канавок на маске? Медь, бронза, латунь, серебро, золото или лужение, ну, олову? Остается только гадать. Вполне вероятно, что не было никакого наполнения. Расчистка дала нам возможность получить новую информацию о старых канавках на маске. И увидеть новые. Шлем был полностью разобран на части. По музейному каталогу числилось 9 деталей шлема. Но шлем на экспозиции содержал только 7 частей. Вегат нашел в запасниках музея еще две недостающие части. Кроме того, провел работу по изучению иных находок из-за хранения Германбюр-1. И выявил еще 8 деталей шлема, ранее считавшихся деталями котла. Итого теперь мы имеем 17 фрагментов шлема. Далее нужно было собрать из фрагментов целый шлем. Конечно, это было довольно непросто. Так как многие детали были деформированы. Их нельзя было просто совместить друг с другом. Была изготовлена монтажная форма. Затем произведена примерка фрагментов для подгонки формы. В форме были сделаны специальные углубления для того, чтобы разместить и закрепить деформированные и хрупкие части шлема. Постепенно детали вставали на свои предполагаемые места, одна за одной. Прежде чем собирать шлем, форму нужно было покрасить в соответствующий цвет. И вот в итоге была произведена первая сборка шлема в новой версии. После первой сборки было решено подправить цвет формы и внести несколько исправлений. Работа шла в течение года. И вот все было готово. 21 марта 2019 года шлем из Германбюр был установлен в витрину новой экспозиции в Викинге в историческом музее Осло. Она станет его домом на ближайшие годы. Выставка была открыта 5 апреля 2019 года и доступна к посещению в настоящее время. Хочу ее посетить. Надо поехать. Сейчас идет подготовка к созданию нового музея в эпохе викингов в Осло. Открытие планируется в 2025-2026 году. Впоследствии шлем приедет туда. Но история шлема с Германбюр на этом не заканчивается. Регор Двики готовит статью о шлеме. Возможно даже будет в итоге произведен анализ желобков в маске на предмет следов наполнения. Ну там наполнение забивкой или лужением, как мы уже говорили раньше. Ждем. Теперь о шлеме подробнее. Как же он все-таки устроен? Сам шлем устроен довольно оригинально. Аналогов некоторым примененным техническим решениям нет ни в одном другом шлеме, известном человечеству. Вне зависимости от региона и эпохи. Боковой и фронтальной проекции шлем имел сфероцилиндрическую форму. В виде сверху овального, как и голова человека. Толщина шлема была около полутора миллиметров, а толщина маски порядка трех миллиметров. Высота, без учета навершия и маски, 15 сантиметров. Ширина 16,5 на 20 сантиметров. Шлем предположительно состоял из 14 деталей. Это полумаска, шпиль, тулья, 4 выгнутые треугольные пластины с округлыми краями, 2 коротких и 1 длинная дуга внутреннего каркаса. И 4 короткие полукруглые ребра внешнего каркаса. Тулья примерно 52-55 миллиметров высотой. Имеет на расстоянии около 1 сантиметра от верхнего края выколоченное наружу ребро. Ширина ребра также около 1 сантиметра и глубина около 3 миллиметров. Собран шлем следующим образом. Треугольные округлые пластины прикрепаны сверху. Квадраты пластины выковраны на длинной дуге внутреннего каркаса, расположенной примерно в вершине шлема. На этой же квадратной площадке установлен шпиль. Сверху на дуге каркаса наложены внешние округлые ребра и прикрепаны длинными заклепками. Нижние края треугольных пластин имели подгиб наружу и скорее всего были прикрепаны к тулье таким образом, что подогнутые края пластин оказывались внутри выколоченного ребра на тулье. В передней части тулье, имевшей вырезы под глаза, была заклепана маска при помощи 5 заклепок. На внутренних частях от венца шлема сохранились кольчужные колечки, закрепленные в отверстиях на расстоянии 3 см друг от друга. Ну, это вот примерно вот здесь. Есть несколько основных версий о том, для чего они могли служить. Первая версия. Это крепление для нащечников. Сомнительно. Если на шлеме были нащечники, то точно не стальные, так как таких деталей в захоронении не найдено. Они могли быть кожаные, но следов кожи тоже не обнаружено. Хотя, конечно, кожа могла и не сохраниться. Вторая версия. Это может быть крепление для назатыльной пластины. Много раз слышал такую версию от различных реконструкторов. Но, как мне кажется, это обосновано не более, чем желание найти какую-то дополнительную защиту для вгутной оптимизации. Тут то же, что и с нащечниками на самом деле. Следов стальной или кожаной, или какой-либо другой на затыльной пластины в захоронении не обнаружено. Третья версия. Это крепление для барницы. Такая версия весьма оправдана. Венец сохранился не полностью. И можно осторожно предположить, что такие колечки могли быть установлены по всей длине протяженности венца. От маски до маски. Но если барница и была, то остатки ее кольчужного полотна смешались с остатками на тельной кольчуги в захоронении. И уже невозможно установить наверняка, была ли барница, или все части полотна в захоронении являются остатками кольчужной рубахи. В любом случае, такой способ крепления барница является единственным оправданным для версии конструкции данного шлема. Четвертая версия. Лично моя. Вот на мой взгляд, скорее всего, это были элементы крепления подбородочных ремней на шлеме. К сожалению, аргументировать могу только своими логическими соображениями. А значит, лишь домыслами, что не является допустимым способом изучения ИСПР. Небольшое лирическое отступление. Прекрасная реконструкция шлема из Герменбю показана в советско-норвежском фильме «И на камнях растут деревья». Шлем в фильме носит один из главных персонажей – норвежский вождь Тори. Конечно, сейчас реконструкторы делают гораздо более лучшие версии этого шлема. Но вы оцените сам подход. Ни в одном другом историческом фильме такого не было. Для кино это очень хорошо. Это, без сомнения, лишний раз подтверждает статус фильма как лучшего в эпохе викингов. Даже несмотря на многие другие неточности и вольность в изображении одежды и материальной культуры эпохи викингов в фильме. Рассмотрим защитные свойства шлема. Данный шлем был совершенно достаточным для защиты от колющих и рубящих ударов любым оружием своего времени при попадании в купол. Но шлем оставлял значительную часть головы и лица открытыми. Также полумазка давала больше иллюзию защищенности лица, нежели реальную защиту, ввиду своих размеров. Совершенно точно можно утверждать, что более поздние нормандские шлемы с наносником давали аналогичный уровень защиты лица. Подглазные дуги полумазки не способствовали защите головы и лица от горизонтальных рубящих ударов. Также площадь полумазки не способствовала защите лица от колющих ударов. Конечно, тут надо отметить, что в принципе в средневековом сражении для любого пехотинца обзор и свобода дыхания гораздо важнее, чем защита лица. Ну что ж, давайте рассмотрим остальные скандинавские шлема эпохи и рубеж. Как мы сказали в начале, есть и другие находки. Все они фрагментарны и не дают возможности восстановить полный вид шлема. Кратко расскажем о них. Например, полумазка от шлема из Киолия, Дания. Датируется 950-970 годами. В реконструкции, в качестве версии, принято монтировать эту маску на шлем из Герменбю, как единственные относительно сохранившиеся шлемы Скандинавии 9-11 веков и самые близкие по региону и времени использования к данной маске. Также есть находка полумазки из Лакрума, что находится на острове Готлт. Датируется 950-тысячными годами нашей эры. Здесь также за основу в реконструкции зачастую используется шлем из Герменбю. Полумазка из Киева, Древняя Русь, 2-я половина 10 века. Маска из Киева, найдена на территории Десятинной церкви. Ряд исследователей считает, что маска перевернута и верно на нее смотреть вот так. По сложившейся традиции, маску из Киева также монтируют на шлем из Герменбю. Также мы имеем несколько находок деталей шлема или даже шлемов из Бирки. Это был крупный шведский торговый город. На территории гарнизона Бирки обнаружены детали шлемов. Ну, как я уже сказал, возможно, нескольких шлемов. На данный момент мы не можем точно говорить о том, это детали одного шлема или двух, или даже трех. Что такое Бирка? Что у нее был за гарнизон? Почему там найдены остатки оружия? И что случилось с городом? Тема отдельного выпуска. Если интересно, пишите. Сделаем. Итак, в 1950-1970 годах относят следующую стальную позолоченную пластину. Возможно, являющуюся частью шлема. А точнее, деталью для крепления кольчужной бармицы. Посмотрите пример. Также в гарнизоне Бирки найдены два позолоченных фрагмента с изображениями цветка и птиц. А также луженый бронзовый конус. Сказать, являются эти детали частью одного шлема или нескольких, в наше время не представляется возможным. Скорее всего, данные детали не относятся к скандинавским шлемам, да и вообще к скандинавской материальной культуре. Ну, слишком уж их стиль не характерен именно для Скандинавии. Вдвигаются версии о русском, венгерском и даже византийском происхождении этих предметов защитного вооружения. В больших слоях 9-го, 10-го, 11-го веков, относящихся к эпохе викингов, на территории Скандинавии находок фрагментов шлемов пока нет. Кроме археологии, существуют нарративные источники, то есть текстовые, из которых мы можем подчеркнуть для себя некоторые знания о шлемах эпохи викингов. Но тут, конечно, есть кое-какие проблемы. Самые ранние саги относятся минимум к сотне лет спустя, после окончания эпохи викингов. А до того они передавались из устно, что безусловно вложило искажение на их содержимое. Скандинавские саги дают нам представление о шлемах как элементах снаряжения великих вождей или великих героев. Но, к сожалению, найти реалистичное описание случаев боевого применения шлемов нам не удалось. Чаще всего шлемы описываются либо как особенный дар, либо подчеркивается эпичность снаряжения героя словами о крепости и непробиваемости его шлема. В других случаях упоминание о шлемах встречается как художественный прием для иллюстрации небывалой силы героя. Он нанес удар и разрубил мечом шлем и голову пополам до самых теч. Такая фраза не раз встречается в садах и явно не говорит нам о реальной крепости шлемов эпохи викингов. Так где же шлема викингов? Почему так мало находок? Ну, тут есть три основные версии. Первая. Скандинавы не могли изготовлять шлема. Отметаем. Могли. Шлемы с Герменбю это доказывает. Вторая. Шлема были слишком дорогие для скандинавских воинов. Ну, тоже сомнительно, знаете ли. Конечно, дело в том, что в скандинавских захоронениях найдено огромное количество различных предметов, гораздо более дорогих, чем шлема. И тут можно, конечно, вспомнить знаменитое захоронение из Голгстада, захоронение из Осиберга. И огромное количество найденных весьма качественных и очень дорогих боевых мечей. С серебряной и позолоченной инкрустацией. Даже с инкрустацией золота. Третья версия. Скандинавам шлема были не особо-то и нужны. Эта версия, кажется, особенно обоснованной. Давайте рассмотрим ее чуть пристанней. Тактика боя и стратегия ведения воин, которыми пользовались скандинавы, не особо нуждались в усилении защитных снаряжения. Основные преимущества викингов была скорость при движении на ладьях и неожиданные удары по незащищенным землям. Ладьи позволяли преодолевать 20-25 километров за час, более сотни километров за день. Немыслимая скорость для средневековых пеших и конных отрядов. Сражаться против крестьян и монахов можно и без защитного снаряжения. А лишний вес на кораблях просто не нужен. Особенно серьезное значение это имело в тех случаях, когда викингам необходимо было совершить стремительные рейды вглубь территории противника. Когда нужно было пройти по побережью и нанести свой удар, и быстро вернуться на свои корабли. А затем очень быстро отчалить свои родные края. Даже Париж брать удавалось викингам только при отсутствии в городе серьезного войска и в существенном численном превосходстве. Скорость и внезапность было их оружием. Меж тем, встретившись с французским королем в чистом поле, викинги тут же получили по самое небомысе. Да, но это, конечно, уже действительно тема для отдельного выпуска. Ну или нескольких выпусков. И стиль ведения войны викингами, и их боевая тактика, как они конкретно сражались. Ну и, конечно же, походы на Париж. Если интересно, сделаем. Приведем еще один интересный пример. В полуфинале чемпионата за обладание Англии, проходившего в 1066 году, встретились команды тогдашнего чемпиона Гарольда Годвинсона, короля Англии, и претендента на чемпионский титул Гарольда Хардраты, Хоминга Норвегии. Встреча команд состоялась у Стэнфордского моста. Гарольд тогда победил, но впоследствии уступил первенство в ходе финала Вильгельм к завоевателю. Буквально две с половиной недели спустя на знаменитой встрече при Гастингсе. Интересно другое. Снорри Стурусон рассказывает нам о том, что норвежский конунг Харальд Хардрата проиграл Гарольду по большей части потому, что его дружина оставила кольчуги на корабли из-за жары и тяжести доспеха. Видимо, Харальд как раз ставил скорость передвижения войска выше его защищенности. Это нам позволяет осторожно предположить, что в принципе для викингов и скандинавских дружин скорость передвижения была как раз важнее. В таком свете шлема, как и прочие защитные снаряжения, действительно становятся скорее обузой, чем преимуществом. Проще говоря, у викингов было мало шлемов потому, что они им были не нужны. Что интересно, до эпохи викингов скандинавы использовали шлема куда активнее. Это прослеживается по находкам Венгельской эпохи. Венгельский период в Швеции предшествовал эпохи викингов и длился с 550 по 793 год. К Венгельскому периоду относятся несколько десятков красивейших и богато украшенных шлемов. О них можем рассказать подробнее, если вам интересно. Пишите, сделаем такое видео. Сделаем. В наше время реконструкторы эпохи викингов активно используют в бугутах шлема. Это демонстрирует неверную картину с точки зрения исторической достоверности. Но, по правилам, каждый воин обязан иметь шлем. По понятным причинам. Техника безопасности. Причем, поскольку на эпоху викингов шлем в Скандинавии найден только один, реконструкторам приходится использовать русские и европейские шлемы, а также более поздние шлемы норманского типа, хотя последние не встречаются в археологии на территории Скандинавии вообще. Норманки есть на изобразительных источниках, но относящихся к XI и XII векам. Подытожим. Что мы знаем о шлемах эпохи викингов? Шлем найден только один, а также отдельные детали еще нескольких шлемов, но не дающие возможности реконструкции внешнего вида этих шлемов. Скандинавские шлемы часто имели полумаску, как довольно типичный элемент защитной конструкции. Шлемов, скорее всего, было мало не столько по экономическим причинам, сколько по прагматическим. Военная доктрина викингов ставила скорость перемещения отряда выше защищенности отдельных бойцов. В бою скандинавы больше полагались на коллективную защищенность за счет больших щитов и фаланга подобного построения, чем на индивидуальные защитные осторожения. Это давало возможность довольно эффективно действовать против небольших отрядов, даже хорошо защищенных противников, и наносить удары там, где в данный момент у противника не было крупных скоплений войск. Расскажите, будет ли интересно вам узнать про древнерусские шлема? Напишите нам об этом, и мы сделаем столь же подробный разбор русских шлемов. Поверьте, там есть на что посмотреть. Благодарим за внимание. Смотрите наше следующее видео. Слушай, а мы не будем рассказывать о том, что на шлемах викингов не было рогов. Ну, ты знаешь, вот лично мне кажется, что в наше время гораздо большим идиотом выглядит не тот, кто рассказывает, что там викингов рогов были. Да кто так сейчас рассказывает? А тот, кто как раз бегает везде, там по ютубам, по комментам, всяких пабликов, и вот всем вещает о том, что ну вот вы знаете, вот у викингов рогов-то на шлемах не было. О, вот сенсация-то! Никто не знал, а я вот сейчас всем расскажу! Ну, идиотизм! Да просто, ну, идиоты так делают. Наши, наши подписчики. Точно так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!